Спи, дитя Ночной покой А раньше ее не было И люди ходили в грязной одежде Да нет, тише, люди не ходили в грязной одежде Они ее стирали, но только стирали руками Руками? Да Так лапками не постираешь Это очень тяжелый физический труд Женщины, например, брали тазы И шли к водоему, к реке или озеру И там стирали Зимой? К реке? А если холодно? Тише, и зимой ходили И стирали даже в ледяной воде А если нужно было постирать дома То брали коромысло с ведрами Подожди, подожди, не спеши Я же не все это знаю Коромысло Что за коромысло? Тишенька Коромысло Это такое приспособление На которое вешались ведра с водой Вот смотри Сначала в ведра набирается вода Потом ведра вешали на коромысло А коромысло несли на плечах Или на одном плече Так это тяжело Это два ведра воды И сразу Это очень, очень тяжелый труд Но где же брать воду, если надо было постирать дома? Да, тяжело приходилось хозяйкам Не спорю, Тиша Очень тяжело приходилось хозяйкам Они стирали в реке, в озере А еще в кадушку с бельем Иногда клали мешочек с просеянной золой Золой? Да А как золой можно стирать? Она же черная Ей только испачкаться и все И золушка была от золы всегда грязная Тиша, а вот на Руси наши бабушки стирали именно так Они смешивали золу с водой Настаивали несколько дней Получался мыльный раствор И этим раствором стирали А это они так мыло что ли делали? Да, очень было похоже на сегодняшнее мыло Ого, вот это да Они такие молодцы Изобретательные вот А еще, Тиша, на Руси для стирки использовали очень большие емкости Например, чугуны, корыта А, это тазики такие Тазики А еще, Тиша, и ребята Много веков тому назад Мореплаватели использовали для стирки белья Просто движение своего судна Подожди, ну совсем запутала Ну как это для стирки белья? Не понимаю Да очень просто, Тиша Грязное белье привязывали к канату Канат выбрасывали за борт корабля И при движении корабля Пенная струя смывала из грязной одежды всю грязь Ух ты, слушай, ну вот это выдумщики какие, а Тиша, а в это время На берегу подруги моряков Терли грязное белье о камни Ага И вот так, Тиша, была найдена первая составляющая стирки Механическое воздействие на ткань Ух ты Слушай, а как была придумана стиральная машинка, которая у нас есть сейчас? А первую модель стиральной машины Изобразил в своих записях художник и изобретатель Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи, художник и изобретатель Понятно Он нарисовал первую конструкцию стиральной машины, но, к сожалению, так и не построил ее А когда ее построили все-таки? А построили ее только в 18 веке А потом появились электрические стиральные машины Ух ты! Ой, была и такая И такая Да Какие штуки непонятные И вот теперь у наших домохозяек есть верная домашняя помощница Да, стиральная машина А у меня, знаешь, какая стиральная машина красивая очень Тишенька А? Мы с тобой заговорились Ой! И посмотрели с ребятами мультфильм А я потом стирать пойду Тише, стирать уже поздно Завтра? Мы все сделаем завтра Хорошо Баю-баюшки, ребята Баю-баюшки, мальчики и девочки Ну что же это такое? Все цветы помяли Больше мяч не получите Василич, мы не хотели, извините Ну ничего Я пенальти и этим мячом пробил Василич, почему ты пищишь и кашляешь? Ты что, простудился? Да, это Заболел, наверное Простил я Так Воспаление подшипников Ревматизм колес Нет, не то Ага, нашла Только тут на иностранном языке название Писклявиус паровозикус насморкус Писклявый паровозный насморк? А я и не знал, что по иностранному понимаю Писклявый насморк? Какой ужас Немедленно в постель будем лечить Больной, вас сильно зновид Не могу больше Жарко У больного жарко Срочно лед Холодно Больной, я надеюсь, вы помыли колеса перед приемом лекарства Горячо, горячо Ой, холодно, холодно Горячо Это все мы виноваты Что у Васильича Писклявиус паровозикус насморкус Мы должны ему помочь У меня идея Элька, у тебя черного перца нет? Не волнуйтесь Сейчас прогревание сделаем И все будет хорошо Врача вызывали? У кого тут Писклявиус паровозикус насморкус? У нас есть лекарства У меня У меня Тут на иностранном написано Чернавиус перецивиус молотус Черный перец молотый Что? Перец Продолжение следует... Девочки следует... У меня Продолжение следует... У меня Вот так, да. Спи, дитя, спокойным сном, целый мир уснул кругом. Не тревожьте детский сон, пусть улыбок легкий ром. Сторожит ночной покой.